В эфире канал Стройгарант Анапа. Здравствуйте! Мы сегодня находимся в нашем офисе, где, наверное, создается самый важный момент. Это и подписание договоров, и, конечно же, фрагмент, когда дом на этапе строительства можно перепланировать. То есть поменять квадрат, переместить стены, то есть сделать так, как вы хотите. Конечно же, мы сегодня поговорим о интерьере и дизайне, какие предложения и решения есть. Все это сегодня в нашей программе. Мы пообщаемся со специалистами и наглядно покажем результат этой работы. Так, ну смотри, есть у нас вот такой вот проект, такого формата. Это вот в классическом варианте, да, он идет? Да, мы квадратуру увеличили. Вот, так это отлично. Даже, видишь, твой автомобиль сюда поставил. Ну, в дизайне ничего не понимаем. Какие варианты есть? Может быть, готовые решения? Мы возьмем какие-нибудь серые оттенки. Что люди себе выбирают? Не знаю, что хочу. Переклеивайте. Как только вы посещаете наш офис, здесь есть все. Здесь есть полное юридическое сопровождение, здесь есть дизайнеры и, конечно же, проект. Проект дома, который мы сегодня будем перепланировать. И обращаемся сразу к Дмитрию. Дим, привет. Привет. Немного времени уделишь? Нам есть очень интересный вопрос, Соня. Да, пожалуйста, прошу. Все, спасибо. Дим, смотри, идея такая. Я выбрал себе дом. 50 квадратных метров, но не уют с террасой. Чуть-чуть побольше, да? Да. Хотелось бы сделать перепланировку, потому что кое-что хочу увеличить. Гипотетически я себе его выбираю, этот дом. Так, ну смотри, есть у нас вот такой вот проект по планировочке. Он у нас вот такого формата. Это вот в классическом варианте, да, он идет? Да, с небольшими корректировками мы сейчас рассматриваем вариант для клиентов, чтобы в 50-м проекте были определенные ниши для шкафов-купе. И немножко вывести вот эту стенку для того, чтобы кухонная зона была чуть-чуть побольше. Вот как раз хочу предложить тебе вот это решение. Мы можем его опробовать. Да, я понимаю, что мы жертвуем кухню-гостиной, но возможно ли вот эти вот две стены переместить вот сюда, к коридору? Я понимаю, что это будет уменьшение, но мне хочется, чтобы спальные комнаты были больше. Ну давай попробуем. Мы можем увеличить вот на эту ширину. То есть у нас есть дверной проем, который мы можем частично задействовать. Да, совершенно верно. В общем, на 200 миллиметров, на 20 сантиметров. Следующий этап, это немножко мы можем подкорректировать этот проем, но у нас тоже ограничивает откос. То есть сейчас я перейду в план. Здесь у меня, я могу сдвинуть на 50 миллиметров здесь. И эту часть я тоже могу сдвинуть еще на 50 миллиметров. Тогда двигаем вот. Да, хорошо. И здесь мы тоже эту часть немножко пододвигаем. Такого плана. Да, 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 да. Что-то уже вырисовывается. Я вот хотел бы сделать больше именно санузел. То есть вот насколько возможно с точки зрения вот инженерки сюда перенести вот эту стену, ну буквально на полметра. Ну давай посмотрим. То есть для этого мне нужно выделить все. Ага. То есть технически это возможно, решаем эти моменты, да? Конечно, да. Тут вопрос, на какой стадии находится данный проект. На стадии строительства. То есть я сейчас хочу утвердить проект, чтобы он мне был, посчиталось с мета и уже идти к дизайну непосредственно. Внутренние перегородки мы еще не стали, не начали монтировать, да, как я понимаю? Нет, 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 еще нет. Ну тогда да, нас в принципе ничего туда не ограничивается. То есть мы представим, пока что это поле. А, тогда. Да, тогда вообще прекрасно. Это поле, где будет через 9 месяцев дом. Просто стоит, да, помнить о том, что если дом уже на стадии строительства и все перегородки уже смонтированы, то проработать будет достаточно сложно их перенести. Нет, нет, именно лечь идет на этапе строительства, то есть я уже определился с проектом, хочу просто дом сделать под себя. К примеру, если клиент, ну в данном случае я, уезжаю там на полгода куда-нибудь в командировку, удаленно могу ли я контролировать этапы строительства, смотреть, как что происходит, то мне эту информацию можно предоставлять. Так же дистанционно отправляем им видео, бывает связываемся по скайпу, либо по зону, включаем демонстрацию экрана и вот то, что ты видишь здесь, ты будешь видеть точно так же только. Был один клиент, который, заказчик, который, находясь не в нашем регионе, согласовал проект совершенно нестандартный, согласовал сумму нестандартную и приехал уже, когда дом был предчастовой отделкой. То есть полностью на доверии получается? Да, полностью на доверии, и она говорит, что ей очень понравилось. Такие клиенты тоже есть, потому что для многих перелет с одного конца страны в другую составляет сумму более 100 тысяч рублей, и поэтому не всегда это имеет смысл. Так, смотрим, что у нас получается, Дима, получается ли расшириться чуть-чуть? Да, получается на полметра я смог вытянуть сам узел, теперь его глубина составляет 2,9 метра, да, мы квадратуру увеличили. О, так это отлично, это вообще отлично. Составляет 5,8 квадратных метров, естественно, это не могло произойти просто так, автобусный резиновый, грезут не все, здесь у нас пришлось уменьшить кухню-гостиную. Но это я знаю, то, что этим жертву, то есть это сознательный мой выбор. Если нестандартно дверь поставить, но на примере типа купе, потому что и так коридорчик у меня здесь маленький получается, а именно купе, дын-дын, дын, есть вариант? Вариант есть, я тебе сейчас покажу, но есть определенные сложности. Во-первых, вопрос герметичности, потому что санузел это все-таки помещение с особой влажностью, и желательно, чтобы двери закрывались довольно плотно. Поэтому... А купе не дает этой плотности, да? Да, купе не дает этой плотности. А если межкомнатной, тогда двери нам сделать на купейной, тут же не нужна она влажность? Да, без проблем, конечно. И тогда вот это просто открытие, оно не будет мешать, то есть, ну, с точки зрения оптимизации, мне кажется, было бы неплохо. Здесь не очень удобно тебе будет открывать ее. Да, вот, и теперь нам дверь купе, купе вставляет, эту стену ее открывать. Ну, отлично. Вот то, что надо. И во второй комнате такое же. Да, во второй комнате можем сделать точно так же. Так, с дверьми разобрались, с планировочкой мне все понятно. Хорошо. В десяточку. Далее, вопрос про дополнительные работы. Хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть навес над террасой. Не хочется остекления делать, просто хочется навесики и свежий воздух. Примерно такого плана, да? Да, да, да. И колонны, можно ли, красивенькие туда? Так, ну тут попробуем. Так, ну, смотри, мне кажется, максимально красиво. Гармонично, во всяком случае. Не, ну, по крайней мере, ну, в гармонии смотрится вот та, со всей отделкой, которую мы видим, со штукатуркой. Здесь мы это, подшивочку сделаем, чтобы у тебя птички туда не залетали в дом. Птички в дом, это же к счастью. Ну да, кстати. Ну, мне не надо такого счастья, нам в этот раз навесли для автомобиля. Вот я рассматривал вариант из поликарбоната, потому что он такой, ну, по бюджету будет, да, чем металлочерепица, я так думаю. Ну, в принципе, логично, да? Давайте, у меня что-то здесь в подборочках было. Вот, предпочтением. Вот, достаточно. Ну, я так смотрел. О, видишь, твой автомобиль сюда поставил. Ну, да, бэвэшечка как раз, да? Да. Ой, отлично. Завидами распрятали. Хорошо. Все, вот этот бюджетный вариант меня тоже устраивает, но как? Так, то есть мы на отмостку, на дорожку сделали плитку, у нас получается аккурат, да, сразу? Да, 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 все верно. Так, ну, вот такой вариант, в принципе, мне нравится по планированию. Ну, я туда схемы подготовлю, тебе все это распечатаю, ты еще посмотришь, это все подкорректируешь, и мы с тобой можем туда это уже завершить. Да, ну, мне уже нравится то, что мы сделали. Дима, спасибо, я увидел, понял, теперь чего хочу на самом деле. Все, пожалуйста. Так, я пошел с дизайном разбираться, жду, ты забываешься. Все, давай, Дима, спасибо, пока. Круто, быстро и практично, классно. Тань, привет. Привет. Помоги с дизайном. Выбрал дом, 50 квадратов, в дизайне ничего не понимаем. Какие варианты есть, может быть, готовые решения в офисе, да, непосредственно, чтобы не выезжать никуда в магазин? Да, конечно. Давай начнем с кухни-гостиной, хочу классические варианты. Плитка, теплый пол и ламинат. Что, с чем будет сочетаться? Хочется, чтобы какой-то контраст был. Ну, смотри, сейчас очень актуально, это такие холодные тона серые, да, это сейчас прям писк моды. Это тренд какой-то, да? Да, конечно. Ты же тоже должен быть модным. Ну, я вот поэтому обучаюсь у тебя, да. Хочется, 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 чтобы было красиво. Что? Вот это мне нравится, как ты думаешь? Вот этот вариант. Да, отличный вариант. Если будет белая кухня, это будет прям шикарно. Так, как мы подберем, чтобы посмотреть? Да. Мы подбираем ламинат, да, к ней, какой ты хочешь. Ну, а, конечно же, мы возьмем какие-нибудь серые оттенки. Ну, да, оно сочетает просто тон, да, немножечко другой. Да, ну, он и должен быть, как бы, да, акцентным, лидко не должна совсем слиться. Да, могу. Так, хорошо, здесь определились. Санузла. Санузла, вот санузел вообще не знаю, какое надо, вот что люди на тебе выбирают. Не знаю, что хочу. Ну, вообще в ванну берут более теплые, как ни странно, тона, да, сейчас очень красиво, у нас появились новые коллекции. Она комбинируется тоже с чем-то? Да, конечно. Далее у нас есть магазин, где мы покупаем плитку, там Дарья, дизайнер, делает раскладку. А, то есть я могу тебе сказать, Таня, вот это меня интересует, предложите мне вариант, и я потом выберу. Давай так и сделаем тогда, хорошо? Да, конечно, мы запишем его и поставим. Нам остается обои, две комнаты, которые спальня есть, хочу, чтобы они были разные, но в одном тоне. Ну, и, собственно говоря, получается вот на кухне, гостиную, коридор, что-то одинаковое. Ну, смотри, да, у нас идет все-таки серое все. Да, да, да. И, конечно, я советую, например, в общее пространство сделать все-таки посветлее обои, чтобы сделать акцент на мебели. На мебели, на навесках, на все. То есть я правильно понимаю, вот эти эпоха подсолнуха в лицунках уже прошла, да? То есть сейчас все должно быть одинаково, однотонно. Ну, это прям очень красиво сможет, нет, это и на ляпистости. Ну, слушай, как-то все быстро получается. И плинтус какой сюда, контрастный или прям тоже в тон надо выбирать? Ну, смотри, я очень всем советую выбирать плинтус под двери, да, потому что это прям сейчас актуально. Если у тебя будут белые двери, как ты это делал, купе, да. Ну, вот я купе, предполагаю, купе, да. Белые двери, белый плинтус, это будет прям шикарно. Прикинем, посмотрим, пока он смотрится. Вот прям белый без каких-либо... Да, без каких-либо рисунков. А если дверь будет черная, то, конечно, лучше черная. Да, ну, черная сможет со серым. Все-таки тебе надо расширить пространство. Да, 50 квадратов он как бы приличный, но если ты сделаешь его светлым, он будет, кажется, больше. По объемнее, да? Конечно. Но визуальный объем. Все, тогда мой белый плинтус, серый ламинат. Дальше ты все запомнила, я потому что немного всего запомнил. Тань, ну, увидим потом, да, в проекте все. Конечно, все это увидим, ты все это посмотришь, подпишешь. Ладно, а было такое, вы на удаленке выбираете цвет обоев, люди приезжают, смотрят дом в чистовой отделке, говорят, переклеиваете. Нет, кстати, все отделки, которые выбирались дистанционно, клиенты даже не ожидали, чтобы вот так красиво. Вот на самом деле, прям, они рады. Я помню, сколько раз тебя хвалили в наших программах, так что все, теперь тебе доверяют. Тань, спасибо, спасибо. Пойдем мы в дом, посмотрим, как в некоторых готовых домах все это выглядит, съездим в жемчужину. Все, пока. Все стало предельно ясно. Дмитрий мне уже подготовил архитектурный план будущего дома. С дизайном примерно определились, с обоими, с ламинатом, с плинтусом. И осталось мне только с ванной комнатой понять, какая она будет. Но это тоже требуется время, да, не все вот так вот решается, все-таки принятие решения серьезное. А сейчас, дорогие зрители, я приглашаю вас посмотреть на один из домов, который выполнен по всем пожеланиям заказчика, который, так же, как и я, ходил из кабинета в кабинет, проектировал, выбирал стиль и дизайн своего дома. Ну что ж, на примере одного из домов, который строился под заказчика, да, именно заказчик, точно так же, как и я, работал с нашим дизайнером, работал с Дмитрием, видим, что и какие решения были приняты. Этот дом светлый, светлый принтер, светлые обои и светлые двери. Ну, такой дизайн, вот он, в готовом виде, так что смотрите. Санузел тоже интересный, достаточно светлый. И здесь заказчик пожелал сразу сделать стеночку для душевой кабинки. То, о чем мы говорим, всегда все возможные различные решения в планировке, дизайне и интерьере возможны в нашей компании. Обращайтесь в нашу компанию, дизайн, планировка, интерьер, расчет, бюджет и смета. Все это мы вам говорим, все мы это вам показываем. В наших обзорах мы всегда говорим о цене, сколько стоит дом и вообще, что он из себя представляет, показываем в наших обзорах. Так что следите за эфирами, будьте с нами. На сегодня это все. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч, пока. У меня вот такое ощущение, что у меня только что просто сказали, иди, иди, типа съемка закончилась. Мы только начали, между прочим. Все, дом, я не сохраняю, да? Не сохраняй, сохраняй, дом, сохраняй. Ну ладно тогда.